По сложившейся народной мудрости любое изменение погоды может пагубно отразиться на работе общественного транспорта. Проблемы с проездом возникают и в обычные дни, в часы пик, поздно вечером или выходные. Единственным основным общественным транспортом в городе до сих пор остаются маршрутки. Есть задача, чтобы увеличить автобусов в количество большого класса. Конечно, надо будет и пассажирам нашим привыкать. Сейчас мы привыкли, наши люди, что утром 5-6 минут и фактически уезжаешь. Здесь проблема в том, что и малая вместимость этих автобусов, плюс то, что они быстро приходят. Автобусы большого класса придется подольше ждать, уже ждать 15-20 минут, но гарантированно уедешь и освобождение улиц от потока машин. По информации городской администрации, на линию ежедневно выходит 915 автобусов малой, средней и большой вместимости, работающие по 69 регулярным и 12 сезонным маршрутам. Но при всем многообразии цифр перебоя с общественным транспортом в Ульяновске возникают слишком часто. Об этом не раз говорил губернатор. На последнем аппаратном совещании он даже рекомендовал министрам и ответственным чиновникам пересесть из своих дорогих машин на общественный транспорт. Так сказать, быть ближе к людям, чтобы посмотреть на проблему изнутри. Выступает много звонков по невыполнению установленных графиков движения. Основной причиной, которой переводчики обосновывают данные недовыпуска, является резкий рост стоимости горючества возрастных материалов, природного газа в качестве моторного топлива. Соответствующее обращение к губернаторам подписано в адрес Федеральной антимонопольной службы. В течение всей недели в каждом районе города чиновники проводят проверку общественного транспорта. Смотрят на интервал движения, выявляют безответственных перевозчиков и плохо работающие коммунальные службы по очистке снега у остановочных павильонов. На очередь за Свияжий, а точнее микрорайон-универсам. Там пассажиропоток всегда повышенный. Какую маршрутку ждите? 43-й. Как ходят часто? Устраивают, не устраивают? Устраивают, часто ходят. Ну, почти что полные. Устраивают, да, хорошо ходят на шутки. Нормально. А вечером? Вечером. Бывает, конечно, проблематично. После работы не всегда можешь успеть. Но хорошо ездят. Нормально, маршрутки ходят нормально. Переход очень благоустроен. Там это хорошо. На транспорт жалуются и жители нового города. Сложно уехать на другой берег в час пик, добраться на промзону. Не хватает и троллейбусов. Троллейбус вообще не ходит. Часами стоят. Как будто их все вообще украли. На работу на 65-м. На работу. Утром. То да. То, конечно, приходится там по 20 минут ждать. Утром их редко. И они бывают переполненные. Это на промплощадку идут они. Очень не устраивает. Во-первых, вот троллейбус сейчас подошло два подряд. Видела, что троллейбус водитель, что у нас толпа стоит. Он не стал две минуты ждать. Даже одну минуту надо было. 34 секунды. Он уехал. Два подряд. Ну почему бы не подождать эти секунды, минуту. И мы бы сели и уехали. А мы вот стоим мерзнем. Вечером пассажиропоток заметно снижается. Поэтому, естественно, уменьшается и число автобусов маршруток. Добраться из центра в Засвияжский или Железнодорожный район, как показала практика, можно быстро. Вопросы возникают тогда, когда люди едут за Волжье. 78-й, 22-й, 25-й. Вы едете за Волгу? Да. Тяжело уехать вечером? Скажите, пожалуйста. Ну вот, если бы с киндятки ходил в маршрутку, как раньше, двойка был бы, что? Лучше, конечно. Желательно. А отсюда тяжело? Конечно, тяжело. Вот сейчас особенно. По-разному бывает. Бывает, что маршруток нет или проезжают мимо уже наполненные. А вот с автобусами, если я их раньше знала, в какое время проходят маршруты, сейчас не всегда. Честно. Общественный транспорт – это визитная карточка города и самая важная внутренняя артерия. Поэтому в этой сфере просто необходимо навести порядок. Наталья Чумаченко, Юрий Конехин, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Продолжение следует...